Задающий вопрос спрашивает, уважаемый шейх, каким образом молодому парню избавиться от привычки, совершаемой в тайне? Избавиться, если поймет, что оно запретно. Доводом на запрет являются слова Всевышнего Аллаха, который оберегает свои половые органы от всех, кроме жен или невольниц, которыми овладели их тесницей. За что они не заслуживают порицания, тогда как желающие сверх этого являются преступниками. Это довод из Корана. Что касается довода на запрет из Сунны, сказал пророк да благословит его Аллах и приветствует. О юноше, пусть женится из вас тот, кто сможет нести бремя расходов на содержание семьи, ибо брак в небольшой степени способствует потуплению взоров и сохранению теломудрия. К тому же, кто не сможет, следует соблюдать пост, ибо для него это будет подобно кастрации. С хадиса понимается, что заниматься анонизмом запрещено, будь это рукой или чем-то еще. Если бы оно было бы дозволенным, то посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, непременно указал бы на нее. Потому что анонизм легче действием, чем пост. И также в анонизме удовольствие. И когда от этой проблемы посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует уклонился к посту, стало понятно, что анонизм не дозволен. Поэтому пусть человек проявляет терпение. Ведь Всевышний Аллах сказал, пусть соблюдают теломудрия те, которые не находят возможности вступить в брак, пока Аллах не обогатит их из своей милости.